МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы на месте, готовы работать. Денис приехал, увидели его. Отлично. Привет. Привет. Мне нужна запомощь. Говорят людям, что я стал эмоционально нестабильнее. Ору на всех без повода. Ну, иногда бывает с тобой такое. Не нужно с тобой бороться. Будет только хуже. То есть не надо ничего делать? Не надо ничего делать. За это я тебя люблю, Денис. Хорош, Демококер. Вон идет мужчина в небо. Иван Казначеев, 36 лет. Мастер по ремонту часов. Неженат, детей нет. Подозревает свою сожительницу в неверности. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Денис. У меня есть гражданская жена. Ее зовут Жанна. Мы живем вместе около года. И есть подозрение, что она мне не верна. А что случилось? Недавно я встретил соседку, Галину Ивановну. Она сказала, что в мое отсутствие к ней приходит какой-то посторонний мужчина. То есть это какая-то регулярная история. И мне бы хотелось, чтобы вы все это проверили. Что за мужчина? Я не знаю, я ее не спрашивал. А у жены не спрашивали, кто к ней приходит? Я очень хорошо знаю ее характер. Она ничего, она просто не скажет. Больше Галину Ивановну ничего не сообщала? Ну вот позавчера она сказала, что он снова приходил. Почему, собственно, я к вам обратился? А что-то подозрительное раньше замечали в поведении Жанны, может быть? Раньше не замечал, но вот сейчас она стала как бы холодна. Ну, понимаете, да, о чем речь? Я не скажу, что у нас большая любовь, но она испытывала какое-то чувство благодарности. Она сама мне об этом постоянно говорила. А за что? Я вообще не знаю, надо ли обсуждать такие темы, да, но когда мы с ней познакомились, она была в таком состоянии раздрая, ее бросил другой мужчина. А сама она из маленького провинциального городка снимала комнату. Ну, я предложил ей к себе переехать. Собственно, с этим моментом мы стали жить вместе. А она работает вообще? Она телефонистка в пенсионном фонде некоммерческом. Она день работает, два отдыхает. Я работаю каждый день и не задерживаюсь. Поэтому, собственно, я не могу ее проконтролировать. Тогда мы установим оборудование в вашей квартире. Да, спасибо, я рассчитываю. Нас везем. Всего доброго. Иван покинул место съемки, его не везем. Принято, мы готовы продолжать работу. На следующий день наша команда начала работу над новым расследованием. Когда Иван и его сожительница отправились на работу, оперативники занялись установкой системы видеонаблюдения в их квартире. Дим, прием, принимай сигнал. Сигнал принимаю, Тихон, тебя тоже вижу. Звук нормально? Да, звук нормально, уходите. Все, уходим. Всего доброго. Наши покинули помещение, продолжаем работать. Группа наружного наблюдения с утра дежурит у офиса, где работает наша подозреваемая. Ее смена закончится поздно вечером, однако мы должны быть готовы ко всему. Дежурим тут во дворе административного здания. Вот, кстати, и наша подозреваемая. Жанна Антонова, 29 лет. Специалист горячей линии ни государственного пенсионного фонда, ни замужем, детей нет. Привет, Олег. Привет, Жанноч. Ну, какие новости? Вот это мужик не стерся. Разволилась сюда. Прекрасно. Мы можем ехать. Садись, поехали. Зовут Олега мужика. Пешеход, спасибо, свободен. Летучая группа, прием. На связи. Как по готовности? Стоим, ждем, пока не тронутся. Принял. Какой-то неизвестный Олег. Внезапное увольнение с работы и чрезвычайно довольная Жанна. Интересно, что происходит в жизни этой женщины? А чего она уволилась-то? Вроде не собиралась. Ведите объект, ребята. Это не по нашей ситуации сейчас. Оперативники проследовали за белой иномаркой и оказались рядом с небольшим районным торговым центром. Похоже, парочка направляется именно туда. Я вижу, как они выходят. Мы тоже увидели, не паникуй. Жанн, у тебя список есть? Или опять будем ходить три часа? В магазин они приехали. В трех часах. В трех часах, потому что вот поэтому не нравится. У него звонок, я думал, на водки какие-то. Да. Да-да. И не первый раз встречаются. Сейчас? Знакомая не явно хорошая. Что, срочно, что ли? Ну ладно, окей. Сейчас буду. Ага. Вот поэтому. Бежать надо по работе. М-м-м. Ты покупай, что тебе надо. Бабки не проблема. Я часа через полтора тебя отсюда заберу. Все, работаем. Только потешки мужчин не ведем. Такое ощущение, что перед нами супружеская пара. И это очень подозрительно. Пусть не официальный муж, но партнер по жизни у Жанны уже есть. И это наш заявитель. Что же связывает нашу подозреваемую и этого делового Олега? Нам нужно это выяснить как можно скорее. Я вижу картинку с камеры пешехода. Жанна провела в торговом центре около двух часов. А потом за ней вернулся Олег. Только что парочка припарковалась у дома, где находится квартира нашего заявителя. Я тогда пакеты возьму? Да, хватай. Ой, добро мое. И там чемодан, кстати, купили. А нам, в смысле? Слушайте, странная какая-то тема. Во-первых, на его деньги, во-вторых, они к ней приехали. Чуть-чуть ни яркого не было чемодана. Ну, будем надеяться, туда все поместится. Выкинем половину. Может, они знакомы с супругом? Ну, как бы, вещи мои. Береметелки, больше ничего не надо. Может, он ее брат. Я уверен. Подъезд не заходим, давайте квартиру мне. Сейчас, видишь? Спасибо. Дежурим у подъезда. Они зашли в подъезд. Должны с минуты на минуту быть в квартире. Дверь открылась. Наша команда ведет наблюдение за Жанной Антоновой по просьбе Ивана Казначеева. Сейчас происходит что-то странное. Подозреваемая зашла в подъезд вместе со своим приятелем Олегом. А вот в квартире она уже почему-то одна. Не вижу мужика. Я тоже. Я потерялся. Да, я тоже его не вижу. Наружка, он выходил из подъезда? Вот, выходит прямо сейчас из подъезда. Да все, сейчас минут через 40 буду уже меньше. Но это его звонок по работе. Ну, вот так вот одной знакомой надо было помочь. Ничего страшного. Сейчас все хорошо. У Олега планы меняются со скоростью света. Хорошо, что мы следим не за ним. Интересно, что он назвал Жанну просто своей знакомой. Деньги на покупки он ей тоже просто так дает? Или просто тоже скрывает от кого-то их отношения? Жанна занималась своими делами. Ничего подозрительного зафиксировано не было. А вечером домой вернулся наш заявитель. Привет. Привет. Привет, Ваня. Каждаем за отношениями, все спокойно. Откуда чемодан у вас? А, это я по скидке купила на лето. Поедем в Крым, а? Хочешь? По летом в Крым? Ну да. Поедем. Да. Большой чемодан. Женщина забыла рассказать еще одну очень важную деталь, что чемодан со скидкой куплен на деньги постороннего мужчины. А еще Жанна ни словом не обмолвилась о своем увольнении. Алло. Привет. У нас звонок. Да, уезжаю. Говорит, потихоньку. Нет, не к маме. Ну хорошо, приезжай. Кого-то в гости ждет. Уезжает, но не к маме. И сейчас не лето, так что Крым с Иваном тоже отпадают. Но это ладно, мы выясним, куда женщина собралась. Странно то, что какой-то неизвестный абонент и этот сегодняшний Олег больше знают о жизни нашей подозреваемой, чем человек, с которым она уже год живет вместе. Продолжаем работу по квартире. Принято. Наступил второй день наблюдения. Утром Дмитрий и Денис приехали к дому Ивана, чтобы встретиться с ним и рассказать о первых результатах расследования. Привет. Привет. Наводит на мысли, конечно, поведение Жанны. Судя по всему, она очень много скрывает от Ивана. Какие-то двойные и тройные игры. Сама не запуталась. Всем внимание, заявитель на подходе. Увидели, приняли третий канал. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван. Как-то информация заявила? Да. Есть информация, которая нам кажется важной. Жанна уволилась. Знаете об этом? Нет. Возможно, потому что хочет уехать. Это еще вторая новость. Смотрите видео. Селефонный разговор. Да, уезжаю. Я не знаю, я не знаю. Слышишь? Она говорила, мы не знаем. Я услышал, я побегу. Спасибо. Держи. Ребята, что происходит? Да, как-то слишком резво он подорвался. Может, сейчас он раскроет все. Ну, опять же, ну что мы будем за руки езжать, что ли? Да не хальни, не говори. Взрослый человек. Позвони ему, набери. Он домой пошел. Блин, он домой пошел, да? Скажи, что для того, чтобы продолжить наблюдение и не компрометировать его, надо помолчать чуть-чуть. Оп. Уже обназел от рук. Может, он за телефоном пошел? Ну, надеюсь. Дмитрий отправляется на свой дежурный пост наблюдать за реакцией Ивана. Он сейчас зайдет в квартиру. И что дальше? Скажет Жанне все, что от нас узнал? Признается, что следит за ней. Вань, ты за телефоном? Да, телефон забыл. Ага. А действительно он телефон забыл? Какой-то Денис ОПС звонил. Я подняла трубку, но что-то он же сбросил. Понятное дело, сбросил. Живел. Ты меня не остануешь? Что за вопросы такие? Ребят, он почти запалился. Вань, вы чего? Всех эмоций Иван сдержать не смог. Однако нашел в себе силы промолчать о главном, чтобы довести дело до конца и выяснить, где правда, а где ложь. На прощание Жанна заверила, что любит его. Однако так это или нет, покажет дальнейшее наблюдение. Наш заявитель покинул квартиру. Следим только за женщиной. Дальнейшее наблюдение говорит, что Жанна ведет нечестную игру. Наша подозреваемая взяла свой новый чемодан и принялась паковать в него вещи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прозевали Олега или кто там пришел? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это Олег подъезжает. Я же в курсе. Да, спасибо, что актуальную информацию передаете. Жанна-то прямо на расхват у мужчин. Олег снова мчится к ней навстречу, а в это же самое время какой-то Стас умоляет, чтобы она никуда не уезжала. Все, ну хорошие. Давай, 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 давай. Никуда. Она его выставляет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Открыто. Это Олег. Следим. Здрасте. А, это твой новый, да? Это Стас. Это Олег. Это тот выше, что ли? Давай, теперь. Все понятно, ребята. Кажется, женщине нравится вся эта возня вокруг нее. Новый возлюбленный подозреваемый изгоняет ее бывшего, причем из квартиры вообще третьего мужчины, нашего заявителя. А Жанна, как приз, достается победителю. Давай, собирайся. Может, тебе помочь еще? Ты опаздывай. Дмитрий встречает Дениса на месте событий. Будем надеяться, что Иван тоже приедет вовремя и успеет, если, конечно, захочет, задать Жанне пару вопросов. Быстро, да, мой? Да. Иногда все выясняется вот так. Что это за Олег интересный вообще? Деловой человек. Похоже, у них все более-менее серьезные. У него совсем не серьезные, вот кого есть, выберем. Дима, прием. Коля к вам свернул. Принял, ждем. Съемочная группа, съемочная группа, приготовились взять заявителя в кадр. Вон в кадре, звук на третьем канале, принимайте. Спасибо, все, четко. Все стало понятно, с кем она уезжает и куда. У нее есть другой мужчина, его зовут Олег. И с ним она уезжает в Питер. Это какое-то недовозумение. Я увидел его там. Да нет, они уже на чемоданах, в буквальном смысле. Сейчас на чемоданах? Сейчас, да. Видео не хотите посмотреть? Чтобы не оставалось подозрений в что-то, недоразумения. Вот именно. Ну, это не первый раз. Мне надо с ней поговорить. Конечно. Давайте сообщаемся. Будет операция в подъезд в Ломанулище. Они за дверью. Уже готовы к выходу. А мы внутри, внимание. Дверь даже открыли. Райс, не успели, да? Давайте, мы как бы опаздываем. Пожалуйста. Опаздываем. Давай, 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 давай. Ну, давай, давай. Ну, давай. Давай, ты ищи поговорим, что с ним разберешься. Я в машине. Пять минут. Не надо этого делать. Ну, все равно. Не надо менять в морге. Так, мужик собирается выходить. Выходим с Димой, с ним. Привет, да? Сексом меньше заниматься. Тогда вы никуда не опаздывали. Что вы здесь делаете все? Не надо. Там камера скрыта установлена. Это что, тоже? На пленке есть? Да, ну и на пленке. Нет, давайте так не будем делать. Отдайте. Не надо это не публиковать. Ничего, все-таки. Мы это публиковать не будем. Мы просто покажем это всей стране. И все. Стравишь какую-нибудь засаду мне? И пытаешься по-моему на своих правилах разговаривать? Вот, и мол, так и есть. Вот вы и общаетесь. У меня свои планы. Наблюдение, они засадят. Ну, прекрасно. Вот и разговаривайте. Вот, и разговаривайте. Я просто дал человеку разобраться со своими прошлыми отношениями. Она сказала, что я разберусь. А тебя не заботило, что у меня столько прошлых отношений, что здесь очередь выстраивается разбираться? Вообще никак. Нет? Спасибо. Пошел в лифт. Все. Димка возвращается в квартиру. Ребята, встречайте. Мы готовы. Чемоданом. Чемоданом. Неандерталец какой-то, Ваня. Я поехала. И в Питер. Как вам удобно было жить с этим иандертальцем, когда жить негде было. С головой плохо? Иди сюда, говорю. Вы хотите поговорить о моей личной жизни? Не очень хочу с вами общаться. Вы не отстаньте тогда от меня. Приходите в выду. Это не важно. Я здесь живу. Вы здесь кто? Ну, вы сюда мужиков вводите. Это разные понятия. Сядь, сядь. Сядь, сядь. Две минуты. Две минуты. Две минуты. Какие две минуты? Надо было раньше разговаривать. Чемодан отберите. Я не отдам тебе чемодан. Сядь. Да, давайте. Я хочу с тобой поговорить. Сядь. А я не хочу. Я уже все решила, Ваня. Ужасни это в своей голове. Я приняла решение, пока ты думал. Она выходит в мобильник по команде. Я успокоился. Выдыхайте. Выдыхайте. Я спокойно. Просто выдыхайте. Мы ничего не комментируем. Ситуация была, говорящая сама за себя. Заганим. Спасибо. Вы же понимаете, она просто спокойно поушла и все. Выходим, хоть что-то из нее выдачи. Ребята, она, кстати, стоит у лифта, ждет. Внимательно. Что, не есть вам лифт? Я в сопровождении не нуждаюсь. А мы не сопровождаем вас. Я не сопровождаю вас. Я не бедачу. Тем более вас там ждет. Я ваше мнение услышала. До свидания. Вы нормально себя чувствуете? Вообще-то вас поддерживают. Вам отчего уходить поговорить сейчас? Правда? Ну да. Пошли бы вы лесом с ними разговаривали. Были бы у вас чувства, чтобы о них разговаривать. Это не ваше дело. Есть у меня чувства или нет. Я вас вижу в первый раз. Зато сторона вас увидит. Я вам не стараюсь отчитываться. Окей, пусть сторона видит. Встретитесь на улице. Давай на всякий случай. На другом поведении. Чем Иван заслужил такое отношение ваше? Как вы думаете? Как вы думаете? Ну, ответить на вопрос. Один вопрос. Ладно, Иван, пускай. Пришибаем на оборот. Да уж, немного жжай, конечно, Иванова. В этой ситуации с другой стороны. Я рад, что все именно так закончилось. Все иллюзии сразу в крах. Шоковая терапия. Угу. Стоп. Иван тяжело переживал предательство Жанны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова